коллеги приветствую вас здравствуйте здравствуйте девочки здравствуйте коллеги вижу подключаетесь сегодня с продолжение при натальной психологии здравствуйте был большой перерыв три недели получилось до первого раз в пене дал бы не выпустил в эфир а потом было было две среды каникул да поэтому сейчас немножечко освежим что было крайний раз последняя встреча была 16 они даже 23 23 так подключайтесь из-за того что мы сегодня на vpn вышли до эфир наверное может быть недолгим из опыта немножко вышибает поэтому если вдруг вылетит я перезайду по времени по времени рассчитываем где-то на час час десять будем понемножку информацию не получается длительными эфирами сидеть по 2-3 часа как мы раньше встречались не получается поэтому будем двигаться потихонечку так как ваше настроение напишите как настрой как в целом на ситуацию реагируете у некоторых состояния я смотрю по клиентам у некоторых стабилизировалась а у некоторых наоборот усилилась из-за того что длительность затягивается всех происходящих процессов расскажите как вы реагируете как вы держитесь как ваши клиенты с чем сталкиваетесь может быть что-то в конце встречи обсудим обговорим какие-то кейсы может какие-то вопросы есть сложные для вас все хорошо хорошо пишите если будут какие-то вопросы пишите как у вас дела и будем начинать спасибо все хорошо я себя тоже хорошо чувствую спасибо что спрашиваете понимаю что такие ситуации это рост вот только хочется рост масштабировать хорошо но если вопросов пока нет если в целом готовы будем начинать значит мы продолжаем пренатальную психологию очень важный раздел который мы начали бодинамика да я сейчас расскажу что мы успели за счета мы проговорили про то что мама и малыш имеют очень сильную связь да и мы говорили что связь через пуповину идет через эмоциональный энергетический канал и через поведенческие и мы с вами приступили к очень важной теме когда психика ребеночка когда его эго состояние когда его контейнер формируется в разные периоды его жизни и в эти периоды есть очень важных два условия мы говорили об этом на прошлых занятиях два самых важных условия это быть собой и быть вместе вот когда эти два условия выполняются у ребеночка формируется очень крепкое эго но на самом деле очень часто происходит что формирование тех или иных периодов происходит либо в ранней стадии когда еще нет ресурса либо в поздней стадии когда ресурс уже появился когда ребеночек уже знает где-то пытается настаивать где-то пытается бунтовать и тогда у нас закрепляется по поздней стадии мы начали об этом говорить на тех встречах я сейчас немножко свяжу и будем двигаться то есть вот это условие быть вместе и быть собой оно обязательно его не бывает или или оно должно быть и и и и тогда будет все комфортно в развитии в структуре эго механизмы защиты все что развивается если быть вместе и быть собой становится невозможным это для ребенка чрезвычайно мучительно ребеночек выбирает способ чтобы отстраниться чтобы выбрать себя и отстраниться либо выбирает остаться вместе но тогда на второй план выходе отходят его базовые потребности и он все время старается быть удобным и важным и нужным и любимым для кого-то а про себя и про свои потребности у него знания не формируются знания себе не формируются своих необходимых базовых вещах которые он хотел бы мы с вами успели рассмотреть ментальную структуру и эмоциональный тип ментальную структуру и эмоциональный тип